серьезно учились чтобы их не забыть я их все хочу поставить в инстаграм подпишитесь, минутные будут рилсы 19 рилсов я сделаю 19 инструментов увеличения радости по книжке Рона Вабера Рона Вабера увеличиваем радости вот можно будет 19 инструментов в себе их где-то записать и смотреть видео, когда надо увеличить радость будем увеличивать мышление человека это как калейдоскоп постоянно рассыпается только ты встал утром я утром встал сегодня встал я утром пошел молиться все, пошел, помолился и что это на кухне зацепило, оно как упало как разлилось, как оно что-то там, липкое такое все стало думаю, как же потом я начал это убирать у меня упали очки очки потерялось стекло потом и в эти моменты когда происходят вот такие вот всякие события да, я думаю, что бывают же в жизни всякие события, ситуации всякие такие то мышление оно оно как калейдоскоп опа, оно сразу настраивается на реактивную волну и реагирует на внешние обстоятельства так мышление у любого человека а теперь да, закон гравитации работает да и получается в телеграме есть звук мне кажется есть звук вот это написала Алена Коситевич написала что нету звука но мне кажется что в телеграме есть звук так вот а если потом человек встречает какого-то другого человека например неадекватного какого-то я помню там недели две назад в синагогу зашел один сумасшедший он реально сумасшедший у него биполярное расстройство и он в фазе когда у него значит такая активная фаза он в бывшую жену кидает камнями он устраивает скандалы он на всех орет ну он как бы не в себе вызвали полицию но он успел до этого там одного раввина он успел у него там кипуса сорвать телефон разбить там все и он этот раввин он в эту синагогу перестал приходить да он перестал приходить потому что он боится его этого сумасшедшего потому что тот придет то есть что получается получается что мышление оно постоянно настраивается с кем поведешься от того и наберешься значит понятно да как работает теперь но человек который решил принял решение что я хочу увеличивать радость я хочу быть счастливым я хочу быть спокойным я хочу идти к всевышнему он должен постоянно из вот этого своего калейдоскопа заноса да его заносит куда-то там люди заносят все а потом же как его занесло а мышление уже у тебя перескочило уже на эту волну да отреагировало на то что произошло и и может оно зациклиться у человека есть старые старые пластиночки да в мышлении и он зациклился зациклился и пошло поехало и он уже прямо провалился в какую-то опять эмоциональную яму теперь чтобы этого не было нужно уметь вылазить то есть нужно иметь фонотеку новую фонотеку новую как бы способ инструментов да ага да значит нужно иметь набор инструментов и этими инструментами вырулить себя из вот этой вот эмоциональной ямы и поэтому я сейчас вот мы выучили мне кажется это 19 практичных классных инструментов я сейчас делаю 19 рилсов вы можете зайти на канал наш вот у нас идут трансляции в телеграме в фейсбуке и в ютюбе а вы можете подписаться еще на канал инстаграм канал вайкра подпишитесь пожалуйста и там вы сможете эти все 19 рилсов по одной минуте где-то себе сохранить на них ссылочку и значит вам когда если вас куда-то занесет вы 1 2 3 4 5 6 7 там 19 и вы по-любому будете радоваться если у вас есть решение радоваться вы радоваться будете если у вас нет решения радоваться а есть какое-то отсутствие решения например да есть люди которые живут в режиме реактивном то есть они говорят я буду жить в реактивном режиме значит если меня любовь нечаянно нагрянет значит буду любить любовь зла полюбишь и козла значит полюблю козла значит если какие еще у них есть выражения с волками жить по волче выть значит вот если там я волка встречу буду на него выть а если я встречу например зайчика буду прыгать то есть есть люди живут реактивно есть люди которые говорят не 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 я буду жить проактивно это называется, у 7 навыков высокоэффективных людей, у Стивена Кови, он говорит, нет, у меня есть мое решение, я выбираю быть счастливым, радостным, служить Всевышнему, это мой выбор, да, теперь если меня куда-то уносит с волками жить, я не буду поволчевывать, я же человек, а не волк, пускай они воют, а я буду, значит, написано, архек Мишахенра, отдались от плохого соседа, говорит нам Тора, архек Мишахенра, вальтит Хаберли Раша, и не соединяйся со злодеем, даже в хорошем деле, вальтитяешминапуранут, и не придется тебе раскаиваться от расплаты, нам, нас предупредили, да, в Торе нас предупредили, что живешь с плохим соседом рядом, и с плохим этим самым, со злодеем, придется, потом обязательно расплата придет, то есть это как бы, это факт. Теперь дальше, мы продолжаем эту книгу изучать, он нам 19, вначале он нам рассказал, что человека уводит от радости, больше всего, значит, мы выяснили, три есть, три есть главных барьера к радости, первый барьер внутри, это животная натура, второй барьер внутри, это ожидание, что мир будет двигаться по вашему плану, и третий барьер, все-таки мы сейчас к нему пришли, глобально, если третий барьер, это окружающие люди, которые своим поведением, ну, опять же, можно его как бы отнести ко второму барьеру, потому что я ожидаю, что все люди будут меня радовать, мне помогать, делать все, как я хочу, то есть это тоже мои ожидания, что мир будет идти по моему плану. Но, все-таки, я выделил бы это в третий, в третий, как такой вот, как бы, категорию барьера для радости, что есть люди, которые реально живут в концепции, значит, негатива, в концепции самокритики, критики, значит, и так далее, то есть они в этой концепции живут, это их, это их способ жизни, они не просто туда проваливаются, да, есть человек, который, он 99% веселый, проваливается 1% куда-то, есть человек 50 на 50, а есть люди 99% в негативе, и хотят другим делать негатива, и они еще уверены, что они правы, и они вот это вот прямо, они из дома выходят, и прямо, ну, есть сумасшедшие, я вот сейчас тоже вспоминаю один в Нью-Йорке, когда мы жили сейчас, там был один, который прямо вот он с утра выходил на улицу, он везде заходил, на всех орал, там все, то есть он, ну, он сумасшедший, он живет в каком-то своем мире, у него просто это ярко проявлено, и он на всех орел, вот там все, а есть люди, которые скрывают свои сумасшедшие, и они внутренне орут. Хорошо, это было у нас вступление, потом у нас было 19 инструментов, когда ты хочешь увеличить радость, как ее увеличивать, и сейчас мы пришли к следующей части книги, называется она «Встретить все». Видите, он интересно как, синим тем было вначале, это он описывал барьеры, потом оранжевым тем он описывал «Инструменты радости», а сейчас зелененьким он пишет, как бы часть третья, называется «Встречить все». И тут он пишет, что мои эмоции, он пишет, убегать от них или обняться с ними. Так он начинает первая глава сегодняшняя. И он говорит, вот я лично убегал всегда от негативных эмоций, которые были внутри меня, я когда говорит, что-то мне там не нравилось, все, я убегал от этого. Я понимаю его позицию, то есть в принципе как, если ты хочешь, я тоже всегда стараюсь перейти на передний привод, объяснить себе как-то все по-хорошему и убегать от негативных эмоций. Он говорит, ну что, но внутри-то, то есть раз оно поднимается, а есть у людей травмы, которые из прошлого с ними, да, их догоняют. Есть у людей, видите, что-то у нас сейчас телеграмм действительно подвисает, я вижу. Видео подвисает в телеграмме, и звук, наверное, подвисает, да. Значит, сейчас мы с этим разберемся. Так, все. Подвисает. Так, ну что, сейчас не подвисает? Вот, сейчас не подвисает. Отлично. Так вот, если он говорит, это вопрос он задает, он задает вопрос, то есть действительно психология делится на психология, начиная с Зигмунда Фрейда, утверждает, утверждает, значит, что у человека есть внутри и в прошлом, да, вот возьмем человек, он рождается, он же не умеет разговаривать. Фрейд говорит, вот у него, когда он родился, когда он родился человек, да, у него формируется его отношение к окружающему миру. Один родился, значит, он, как современные говорят, там, психологи, специалисты, что мама еще потом 9 месяцев должна ребенка носить как кенгуру в сумке, кормить по требованию, то есть он живет, современные дети, да, которые рождаются в умам, которые смотрят YouTube, значит, у них всегда сиська во рту, значит, он лежит в таком вот пакетике все время на животе, и он первый год жизни, он кайфует, то есть куда он попал, у него ощущения формируются. Я попал в рай, то есть тут вообще работать не надо, в животе он был в раю 9 месяцев плавал, там все в таком невесовости, потом он вылез, у него тоже там рай, это современное ощущение первого года жизни. Теперь, как раньше было в лет, там, 50 назад еще, когда я родился, 50 лет назад, значит, даже памперсов не было еще, да, были пеленки, поэтому, значит, и ребенка туго заматывали в пеленку, пеленали, помните, было такое, как с бревнышком ходил еще Мирона в фильме, значит, ребенка вот так вот его пеленали туго, значит, объясняли так, чтобы он не испугался, вообще просто совсем не страшно ему, он замотанный, как мумия, вот так вот лежит в пеленке, это же не памперс, его не меняют, и говорили ребенка кормить надо по времени, то есть не важно, что у него нет часов, мы-то знаем, когда его надо кормить лучше, чем он, поэтому пусть он орет, сколько ему времени, думается, что мир это не рай, куда попал, пусть сразу знает. И Фрейд как раз, а в то время, когда Фрейд жил сто лет назад, там, да, больше, тогда еще жестче было, тогда просто было 50% детская смертность, думали, да все равно умрет, мол, чего его вообще кормить. И, значит, он свою всю теорию, всю свою теорию, он развил на том, что в это время у ребенка формируется его взаимоотношения с миром и с собой, еще без слов, и дальше его всю жизнь, вот эти вот его детские, сформировавшиеся у него, можно сказать, инстинкты, они дальше драйвят его всю жизнь. Если потом у него что-то ему в жизни не нравится, то ложись на кушетку, вспоминай. И вот он, значит, вспоминает, и психоаналитик ему объясняет, что он вспоминает. Это была, как бы, основа теории Фрейда, что человеком управляет его прошлое, его животная часть, его инстинкты. И психология, она пыталась вот в этом вот клубке, который непонятно, где внутри, и непонятно, когда запутался, пыталась она все его распутать. Это была психология, да. Значит, ну, как она возникла, как наука, там, 100-120 лет назад возникла всего психология, как наука. Значит, Тора, она нам говорит по-другому. Она нам говорит, что да, действительно, внутри у человека есть то, что называется животное начало, да, инстинктивное начало, нефеш-бей-мит, она называется, наврите, животная душа. Так ее назвали, она есть и у людей, и у животных, да. Дальше есть у человека его дух, его намерение, его свобода выбора. Это делает человека человеком, у него есть выбор всегда. И дальше у человека есть интеллект, который он с помощью образования загружает туда какие-то исходные данные для выбора, да. Человек может выбирать только в рамках тех концепций знаний, которые он знает. Есть душа, божественная душа, которая все время изнутри сигналит свет, добро, любовь. Ну, то есть, Всевышний, он говорит, выбери меня. Выбери меня, если ты меня выбираешь, это есть как раз, значит, победа в жизненном пути. Ты выбрал свет, вечность, любовь, добро, и ты попадаешь в вечный мир, который свет, радость, любовь, добро. Все. Это как бы смысл всего. Теперь, но у человека, и дальше человек должен выбирать, но у каждого разный жизненный путь. Например, у многих, очень многих великих даже праведников, таких как Машер Абейну, Моисей, например, да, или царь Давид, или царь Соломон, мудрейший из людей, у них было очень тяжелое детство, страшно тяжелое детство, в котором, в котором они проходили через какую-то очень несправедливость, опасности для жизни, там было, ну, очень, очень было страшно, да, такая у них судьба, отсутствие родителей, все. И царь Давид, который в Соломах, он говорил, Тиавива и Миа Завонин, он говорил, папа и мама меня оставили, и Бог меня, я с Фенни, Бог меня усыновил, да. Они благодаря тому, что они в раннем возрасте царь Давид остался, что его бросили и папа, и мама, и он был пастухом, и он на кого положиться? Не на кого положиться, только на Всевышнего. И вот как раз именно благодаря вот таким вот сложным условиям у человека он ищет опору, внутреннюю опору, да, в своем психологическом состоянии. И в этот момент, когда ему не на кого опереться, да, у него нету, казалось бы, мир поплыл, разрушился, в этот момент он может соединиться со Всевышним, со своей душой и так далее. Но о чем пишет автор этой книги? Он говорит, внутри у человека могут происходить разные, то, что мы называем негативные эмоции. Негативные эмоции – это эмоции негативного спектра, страх, обида, гнев, раздражение, что еще какие есть. Ну вот беспомощность, да, очень ужасная такая эмоция, ощущение беспомощности. Теперь, с одной стороны, мы учим, что нужно всегда стремиться выйти из этого состояния ко Всевышнему. Ну а что делать-то с тем, что внутри, то есть негативная эмоция, она тебе сигналит, убегай, убегай от меня, да, то есть зачем нужна негативная эмоция страха? Потому что человек идет, вот ему непонятно почему, вот ему кажется, что за тем деревом там лев или тигр или там бандит какой-нибудь, ему этот страх, он ему говорит, убегай, он убегает, то есть пускай в ста случаях там нет бандита, в одном случае страх спас ему жизнь. Негативные эмоции, они человеку сигналят, например, там раздражение или скука или что, что ты неправильно живешь. То есть тебе негативная эмоция сигналит, то, как ты живешь, убегай оттуда, не живи так. Но человек, который ему плохо, он не понимает, что он должен поменяться, он в этом плохо зависает, 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 пока мисс негативная эмоция ему не говорит, ты должен измениться, то есть ты должен убежать из того состояния, человеку не свойственно жить, он не должен жить в страдании, не должен жить в негативе, он должен жить в радости. Значит, если ты живешь спектром негативных эмоций, сигналит, убегает. Теперь, но если человек убегает, но он убегает, например, он берет стакан алкоголя, выпивает, как у одного было все в жизни ужасно, настолько ужасно, что у него полностью все было, но хуже не придумаешь. Он где-то убегал от милиции, убегал от бандитов, где-то он вообще, ну, и вот он где-то утром просыпается, после какой-то пьянки, и он, значит, понимает, что все, он уже больше так жить не может. Он решил повеситься. И он, значит, решил повеситься, это убегание, то есть самобидство это, как бы, это попытка убежать, но только вообще скрыться полностью, да, исчезнуть из этой жизни. И получается, что он хотел уже повеситься, но тут он думает, а, выпью перед смертью, увидел там недопитый стакан водки, берет он, значит, этот стакан водки, выпивает, видит бычок недокуренный такой, взял бычок этот, закурил его такой, стоит, смотрит в окно, говорит, а что, жизнь-то налаживается? То есть есть человек, он убегает, но он кардинально не исправляет, кардинально он ничего не исправляет, а он просто замазывает. И вот тут вот он говорит, смотрите, если мне плохо, значит, там что-то есть. Эта эмоция, она мне что-то говорит. Она мне говорит что-то, но если я от нее сейчас убегу, от вот этого негативной эмоции, я ее не услышу. И он говорит, может быть, надо с ней встретиться. Он говорит, а как же это совместить? То есть, если я должен быть радостным, если я должен быть веселым, счастливым, а тут мне это, мне надо встречаться с этой негативной эмоцией. Как? И он приводит слова своего учителя Рабина Ахмана, который 300 лет назад, не было ни Фрейда, ни психологии, 300 лет назад Рабин Ахман говорил такие слова. Вот можете, если кто хочет, найдите. Ликутэм Мааран, это сборник его, его мудрости, да? Значит, 24 глава. Он говорит, аф шигам левни шбар утомоот. Когда у человека разбитое сердце, как бы внутри вот это вот разрушается, разбитое сердце это называется, да? Это он говорит очень хорошо. Им коль зэ урагбэ эзэша. Но он говорит, вот это разбитое сердце, ему нужно выделить какое-то время. И очень, говорит, хорошо будет установить какой-то час специальный в течение дня для того, чтобы в этот час углубиться вот в это свое разрушенное, разбитое сердце. И лифарэш, как бы лифарэш перуш, это объяснить, сказать, высказать, интерпретировать в своем разговоре перед Богом, что у тебя внутри болит, чем ты недоволен, что у тебя внутри болит, как бы, да? Перед Богом. И как он говорит, но дальше весь авальколя йомкулю, весь остальной день нужно быть в радости. Теперь он объясняет нам эту идею, да? Что нужно выделить, хотя бы начать с 10 минут. Это как раз вот этот вот Итбодедуд, это выход на природу, уединение на природе. Это метод служения как раз вот Бресловских хасидов, учеников Рабина Ахмана. Они, у них это час в день. Но он говорит, начать лучше с 10 минут, выйти на природу. И на природе, вот мы учили в этой книге сад благодарности, что нужно благодарить Всевышнего, да? Но он говорит, что можно выделить там в этой благодарности 10 минут для того, чтобы поговорить со Всевышним в виде вопросов к себе. Куда жизнь меня ведет сейчас? Что я чувствую? Счастлив ли я? И это очень важное время для того, чтобы сделать хишбон эфиш, для того, чтобы как исследовать свою душу и проверить, что там внутри. И очень он говорит, что это надо высказать. То есть, именно высказать вслух, бобитуй малы, произнести, проговорить все это. Дать этому выйти, а не запереть это внутри себя. То есть, если что-то болит, то надо дать этому выйти. И, значит, когда человек дает себе высказать вот это свое горечь сердца, да, в определенное время дня, не целый день ходить жаловаться, а выйти на природу и пожаловаться Всевышнему, то ему легче будет быть в радости все остальное время дня. То есть, если это, он говорит так, если это не высказать, а ставить в себе, то тогда оно внутри создает какое-то напряжение и не выходит. Есть в современной психологии тоже такие вот, шита такая есть, система дештальтерапия, вот у них там они со стулом пустым разговаривают и все. То есть, современная психология, она действительно говорит, что надо это высказать. Есть такие в ней системы течения, что если ты держишь это в себе не проговаривая, то это мешает. В конце он нам дает упражнение, совет он нам дает такой. Нужно выходить на природу и спрашивать себя, что я не выражаю в моей жизни, да, что у меня внутри сидит, вот что-то оно меня там тревожит, гложит, но я это не выражаю. Значит, вот дураков таких есть, значит. Человек, который выражает это на людях, он рискует. Почему он рискует сильно? Потому что люди вокруг, если человек, он на людей жалуется или на людей там нападает, то люди ему ответят тем же. И если один не ответил, второй не ответил, третий не ответит, то четвертый ответит за всех. И люди, которые выражают это, сейчас просто один какой-то неадекватный в ютюбе там написал какой-то плохой комментарий. Я его просто заблокировал, отключил, мне все равно, да, то есть есть сумасшедшие, их много, значит. Но я точно знаю, что вот он где-то он кому-то скажет, и ему и за этот раз, и за все предыдущие разы ему придет ответочка. То есть это я точно знаю, поэтому я даже не сомневаюсь, я знаю, что мир Всевышнего очень справедлив. И когда ты даешь людям добро, то к тебе добро возвращается. Когда ты даешь людям зло, то зло к тебе тоже возвращается. И тут не надо даже переживать. И не надо даже думать про тех людей, которые, если, не дай Бог, они сделали вам зло, то оно к ним вернется однозначно. Однозначно к ним вернется, нужно про себя думать. Вот если я кому-то сделал зло, например, да, то никто же не хочет, чтобы оно к вам вернулось. Вот тут нужно за собой следить, думать, исправлять, прощать людей там и так далее. То есть чтобы внутренне отцепиться, отстегнуться от всего негатива, который создавался раньше в отношениях. И создавать новый позитив, создавать новые позитивные связи с людьми, как я сейчас делал вот эту систему, 10 шагов к счастью, да. Первый блок в этой системе – это взаимоотношения с собой, построенные на благодарности, на обучении и на гибкости. То есть ты создаешь новую систему в своей нервной системе, ты постоянно создаешь новую систему через благодарность, обучение и гибкость мышления. То есть разная, ну гибкость, да, что не буду сейчас объяснять. Дальше отношения с окружающими ты строишь на комплименты осознанность и доброта. То есть ты соединяешься с другими людьми новыми связями, позитивными связями. Дальше третий модуль СУП – это ты находишь свой талант, свое призвание, предназначение, которым ты можешь приносить пользу людям, при этом получая наслаждение от того, что ты реализовываешь свой талант. И ты на этом строишь свою профессиональную деятельность. И четвертое – это энергия, эндорфины – это здоровый образ жизни, то есть высыпаться, правильно кушать, не употреблять никакие допинги. И получается четыре, вот когда ты выстраиваешь эти ножки, то внутри как раз свет, вот этот свет счастья, он наполняет всю нервную систему, всю жизнь и соединяет тебя со Всевышним, которая основа счастья. Вот. Но вот эти вот темные места он предлагает, автор книги предлагает 10 минут в день, начать с 10 минут в день на природе проговаривать, да. Значит, какие части меня, они не выражены, то есть они есть внутри, но я их не выражаю. И, значит, опасаюсь ли я своего окружения, боюсь ли я людей, какого у меня изначально по умолчанию отношения к людям. Ведь по факту это мы не знаем, как люди ко мне относятся, но есть люди, которые уверены, что плохо. И они живут в этой уверенности, и они строят в своей жизни отношения, исходя уже из исходной предпосылки, что плохо. Есть люди, наоборот, которые думают, что хорошо. То есть это все внутреннее отношение человека. Он предлагает в этом разобраться, да. Дальше. Майк Рейм. Что будет, если я дам себе тихое время встретить то, что внутри меня творится, да, про поисследовать, сделать хешбон эфиш. Такой он дает совет, значит, говорит, что увеличивает эта радость. Ну, может быть, может быть. Значит, каждый, смотрите, жизнь – это тестирование. То есть или ты строишь и тестируешь сам, или ты все время находишься в режиме реагирования. Поэтому очень важно для человека, как, есть такое очень мудрое выражение, кто хочет, ищет возможности. И когда ты принимаешь решение быть счастливым, то ты ищешь возможности, как это решение реализовать. Да? Хорошо. 30. Сегодня у нас один короткий совет перед шабатом, значит, из книги «Улыбайся, улыбайся». Говорит он нам так. Удовольствия приходят и уходят, но заповедь – это то, что остается навсегда. Человек стремится, мы знаем, есть удовольствие, это чувственное удовольствие, там, от еды, от питья, то, что ты получаешь наслаждение, приятная эмоция от восприятия чего-то. Это называется удовольствие. Радость – это более духовный уровень удовольствия, когда ты реагируешь на что-то, что тебя радует, своим эмоциональным состоянием эмоция радости. Бывает удовольствие и радость, бывает радость без удовольствия. Человек увидел фотографию свою детскую, он испытывает радость. Теперь он говорит так, что удовольствие приходит и уходит, но заповедь – это что-то, что остается навсегда. И он говорит, нужно постараться научиться отличать временное и приходящее от постоянного и бесконечного. Значит, гораздо лучше научиться искать в жизни постоянные сокровища, те ценности, которым нет конца. Когда мы выполняем волю Творца, мы присоединяемся к вечности, приобретаем жизнь, полную беспрерывных удовольствий и радости. Он говорит, если через заповеди Тору присоединиться ко Всевышнему, к духовной радости, то это радость бесконечная, к которой ты присоединяешься уже и навсегда. То есть заповедь, которую ты выполнил, она к твоей душе прикрепляется и остается с ней навсегда. Это как ты майнишь, есть такое выражение, кто понимает, биткоины. То есть биткоины, ты создаешь некую криптовалюту, которая будет с тобой навечно. Потому что она прикрепляется к твоей душе. Поэтому шаббат шалом. Шаббат это 24 часа присоединения, ты попадаешь во время, которое предназначено для духовности. Если ты заходишь в шаббат и ты в это время говоришь, о, я в шаббате. То есть ты отключаешь всю производительную деятельность и ты наслаждаешься вот этим вот днем отдыха, днем остановки производительной деятельности, то что? Тот 24 часа можно признаниться к шаббату. Вот вопрос интересный, да? Кто-то спрашивает, где справедливость? Если у царей были гаремы, где тут справедливость? Я не понимаю, это мужчина спрашивает или женщина? Кто-то спрашивает, где справедливость у царей были гаремы? Вы с чьей точки зрения спрашиваете, с женской или с мужской? С мужской точки зрения как раз он царь. Ну, значит, ему, наверное, надо, много ему нужна жена. Как бы, раньше же как выражали, что ты крутой? Вот почему царь Салмон, да? Значит, нет Бога, кроме Бога. Ну, Аллах это просто всесильный творец мироздания. То есть его называют Элоим, евреи называют его Элоим, значит, мусульмане называют его Аллах, просто люди называют его Бог, творец мироздания, да? Тот, кто все сотворил, он один, един, и нет никого, кроме него. Значит, его называют по-разному, можно назвать его, на русском языке его называют Бог. Все, всем удачи, успехов, всего хорошего, шаббат, шалом, и до встречи, до встречи воскресенья. В воскресенье, кстати, есть отдельный урок еще в 11 часов, есть урок для партнеров Айкра и для спонсоров Айкра, те, кто являются партнерами в распространении Торы, есть отдельный урок для них с 11 до 12, мы обсуждаем вопросы, там какие-то разные интересные, поэтому, если вы хотите стать партнерами 50 тысяч часов уроков Торы в месяц, и каждый доллар превращается в 4 часа урока Торы, есть у нас полностью такой дашборд, где видно, как, сколько денег людей жертвуют и куда эти деньги идут, если вы хотите стать одним из тех, кто несет и распространяет божественный свет, то welcome, welcome, значит, увидимся тогда в воскресенье на дополнительном уроке для партнеров. Все, всем удачи, успехов, и встречаемся в 10. Шаббат шалом, шаббат шалом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok